Всем привет, с вами Информ ТВ. Запас прочности – таким было рабочее название сценария самого известного фильма «Катастрофы», который вышел в 1979 году. В кино его посмотрели более 70 миллионов зрителей, а затем еще много-много раз пересматривали по телевизору. В этом видео мы расскажем о том, как сложились судьбы актеров фильма «Экипаж» и как, несмотря на скромный бюджет и цензуру, в стране появился первый блокбастер. Идею фильма «Катастрофы» сначала не одобрили. В Советском Союзе ведь самолет не мог потерпеть крушение из-за технической неисправности, ведь наши самолеты самые надежные в мире. Тогда экипаж авиалайнера Ту-154Б с грузом медикаментов и продовольствия отправился в выдуманный город, где началось землетрясение. Авария случилась в результате стихийного бедствия и благодаря героическим действиям экипажа удалось спасти людей. Такой сценарий утвердили, и Александр приступил к съемкам. Они проходили очень тяжело, актеры, которые были утверждены на роли, отказывались, а многие сцены не проходили цензуру, их беспощадно резали и переснимали заново. Самолеты для съемок предоставлял Аэрофлот и Министерство гражданской авиации. Режиссер объезжал кладбище списанной техники и сжигал списанные самолеты. За время съемок, кстати, сожгли около 20 самолетов. Первый герой нашего видео – Георгий Жонов. Это командир экипажа Андрей Тимченко. Сейчас Жонова называют легендарным артистом, но во время съемок экипажа он не был столь знаменит. Роль командира должна была достаться актеру Алексею Петренко, но тот отказался. По замыслу режиссера, герой Георгия Жонова в конце фильма должен был умереть во сне в больничной палате. В финальной сцене ему снился прекрасный сон, где он сбегает из больницы в валенках и пижаме и садится за штурвал самолета в окружении молодых пилотов, а утром дочь летчика сообщает друзьям – папа умер. Но сцену приказали убрать, а конец сделать счастливым. Режиссер согласился переписать финал, хотя считал это огромным упущением. Жонов сыграл финальную сцену блестяще, однако зрителю ее увидеть так и не удалось. Леонид Филатов. Бортинженер Игорь Скворцов. Не очень известный в то время Леонид Филатов занял место Олега Даля. Когда с Далем было отснято большинство эпизодов, актер признался, что сильно болен и работать над фильмом больше не может. Был огромный скандал. Актера на три года лишили права сниматься на Мосфильме, но уже через год Олега Даля не стало. А на роль сердцееда Лавеласа в экипаже взяли скромного и немного замкнутого семьянина Леонида Филатова. Говорят, что Филатову образ коварного соблазнителя был совершенно чужд. Многие не понимали, почему выбор режиссера остановился на нем, ведь актеру предстояло сыграть первую в истории советского кино постельную сцену. Филатов безумно стеснялся. Чтобы его не смущать, съемки в квартире бортинженера Скворцова проходили ночью, а под одеялом Филатов лежал в джинсах. Однако после выхода фильма актер стал настоящим секс-символом советского кино. Александра Яковлева, стюардесса Тамара. Первоначально играть Тамару должна была Елена Проклова, но актриса отказалась, сказав, что занята в нескольких спектаклях и времени на съемки нет. Замену Проклова искали очень долго. В итоге нашли юную Александру Иванес, это девичья фамилия Яковлевой, отчисленную из театрального вуза за опоздание и срывы репетиций. Нашли случайно и взяли на главную роль. До этого Александра нигде не снималась, а после дебюта стала популярной на всю страну. Она снялась в фильмах «Чародеи», «Человек с бульвара капуцинов» и «Приказано взять живым». В отличие от Филатова, актрису ничуть не смущали постельные сцены и нагота, однако самые откровенные эпизоды все равно не пропустили, пришлось вырезать. Анатолий Васильев. Второй пилот Валентин Ненароков. На роль второго пилота прошел пробы Николай Караченцев, но затем признался, что очень занят в линкоме, поэтому не сможет сниматься по графику. На его место взяли актера Анатолия Васильева. Роль второго пилота, страдающего от выхода к своенравной жены, стала одной из самых ярких и запоминающихся в карьере артиста. После выхода фильма Васильева стали узнавать на улицах. Ирина Акулова. Жена Ненарокова, Алифтина. Заслуженная артистка СССР Ирина Акулова превосходно сыграла жестокую стерву жену. Актрису пригласили на пробы на общих основаниях. Она их прошла. Тогда никто не думал, что эта небольшая роль станет звездной в ее карьере. Ирина давно вышла на заслуженный отдых, прекратила сниматься. Живет одна и признается, что со своими тремя котами сейчас по-настоящему счастлива. Екатерина Васильева. Жена командира экипажа. На счету знаменитой актрисы множество значимых ролей в кино и в театре. В 1993 году она решила уйти послушницей в монастырь, но через несколько лет вновь вернулась в кинематограф. Сейчас к ролям Васильева относятся очень избирательно и перед съемками просит благословения у духовного наставника. Последняя героиня нашего видео – Галина Гладкова, дочь командира экипажа Наташа. Для Галины роль в картине «Экипаж» была тоже первой. После этого она снималась в картинах «Всем спасибо» и «Воскресенье половина седьмого». Но затем в семье актрисы случилась трагедия. У сына Василия обнаружили серьезные заболевания, и актриса стала редко появляться на людях. В 2003 году Галина умерла от онкологического заболевания. А вам нравился фильм «Экипаж»? Пишите свои впечатления от него в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Удачи!